Братья и сестры, как вы знаете, сегодняшняя неделя, воскресенье, называется «Неделя о Самарянке». И мы сегодня слышали очень длинный отрывок из Евангелия о том, как Господь у колодца встретился с вот этой Самарянкой. И как Он с ней общался и сказал ей, что Он есть Мессия, Христос. И поэтому в этом Евангелии мы можем обратить внимание на три главных эпизода. Первый эпизод – это именно вера вот этой женщины. Эта вера сподвигла ее пойти в город, позвать людей, чтобы они пришли и убедились, что пришел Мессия Христос. Второй эпизод – это когда Христос прямо говорит, что «Я есть Мессия». Не как-то прикровенно, не в критчах, не насказательно. Он прямо говорит вот этой женщине, что Он есть Мессия. И третье, самое главное выражение сегодняшнего Евангелия – это когда люди, пообщавшись со Христом, они констатируют факт. Мы сами видели, говорят они и познали, что это есть Христос, Сын Бога Живан. Поэтому вот это евангельское чтение прежде всего призвано упредить нашу веру в то, что Господь Иисус Христос – это не просто какой-то учитель морали или нравственности. Это не просто представитель какого-то религиозного течения. Это не просто какой-то пророк или мудрец, а это именно Сын Божий, Мессия, Бога-человек, второе лицо Святой Троицы. И поэтому каждый раз, когда мы с вами пробуждаемся в новый день, мы прежде всего должны обратиться с молитвой к Богу, чтобы Он укрепил нашу веру во Христа. Потому что дьявол прежде всего старается посеять в каждом из нас сомнения, сомнения в вере, в Священном Писании, во Христе, во учении, в чем угодно. Он пытается постоянно посеять в нас недоверие, сомнения и так далее. И поэтому святые отцы избрали вот таким очень хорошим инструментом для напоминания себе о Боге, умно-сердичную Иисусову молитву. Когда человек постоянно пытается вот с благополением, верой, покаянием, обращаться этой молитвой к Богу, он постоянно напоминает себе о Боге, вспоминает через это Евангелие, укрепляет свою веру, вспоминает, как Бог промышлял о нем, как помогал ему, как спасал его. И таким образом Иисусова молитва становится вот таким постоянным спутником, крестерина, который не дает забыть человеку о Боге, утонуть в этой бесконечной суете и в бесовских помыслах неверия и сомнения. Поэтому мы с вами сегодня благодарим Бога за то, что Он не оставляет нас, дает нам силы, дает нам благие обстоятельства жизни, дает возможность прийти своими ногами в храм, помолиться, дает возможность сделать какое-то доброе дело, кому-то помочь и так далее. Поэтому будем стараться по мере сил всегда благодарить Бога и через Иисусову молитву всегда с Ним сохранять общение. Храни вас всех, Господь, выслушай благодарственные молитвы по святому причащению. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе!